Конференция медицинского сообщества Якутии и норвежской научной делегации продолжается в столице. В фокусе сегодняшней встречи были научные исследования и клинические проблемы лечения гипотермии, также сотрудничество сторон в этой области. Рассказывает наш корреспондент Иван Подойницын. Исследовательский центр Арктического университета в Тромсе охватывает почти 35% в Северной Норвегии. Проблема гипотермии, несмотря на относительно более мягкие климатические условия, также актуальна для прибрежной северной страны. По исследовательским данным, около 30-40% случаев переохлаждения летальные, поэтому постоянные поиски оптимальных решений лечения продолжаются. Мы могли бы обменяться знаниями в тех областях, где мы сильные. Ваши специалисты сталкиваются в основном с холодовым повреждением органов тканей. И в данном случае вы имеете больший, лучший опыт работы с подобными пациентами, в то время как в Норвегии пациенты, как правило, получают общее переохлаждение. По словам республиканских специалистов, в Российской Федерации еще не разработаны клинические рекомендации по лечению гипотермии и переохлаждения. А на материале нашей практики совместно с международными коллегами возможно выработать надлежащие стандарты. Задача сделать так, чтобы при оказании экстренной медицинской помощи нашим пациентам были все-таки разработаны единые стандарты в Российской Федерации. Мы с этими вопросами обращались к главному комбустеологу Министерства здравоохранения Российской Федерации Алексееву и получили добро, потому что самый холодный регион Российской Федерации считается нашей республикой. Согласно резолюции научно-практической конференции, учитывая полученные результаты по лечению холодовых травм, предписано внедрить на региональном уровне стандарты специализированной медицинской помощи, продолжить международное сотрудничество и разработать совместные проекты, а также расширить и консолидировать комплекс научно-исследовательских работ по изучению замерзания, методов реанимации пострадавших и снизить смертность и инвалидность в этой области. Иван Подойницин, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.